У Сочи появилось новое неповторимое лицо. Именно так сейчас говорят многие гости курорта, которые помнят этот город до начала Олимпийских преобразований. И прежде всего это касается улиц. Здесь серые краски сменили пастельные тона, а в архитектуре появилась общая нить, которая связала все районы в единое целое. Яркий пример – улица Воровского. На то, чтобы город стал другим, ушло пять лет. За это время архитекторы создали тысячи индивидуальных проектов под каждое строение. В документах прописывалось все, начиная от цвета фасада, крыши, структуры забора и даже озеленения. На их основе уже собственники создавали новое лицо европейского курорта. Сейчас это опыт, который транслируется на территорию всей Российской Федерации. Мы говорим о качестве, мы говорим о том, что окружает нас каждый день, что окружает наших жителей, гостей, которые приезжают сюда и чувствуют атмосферу ухоженного, чистого курорта. Но так пока еще не везде в Сочи. Отдаленные районы продолжают жить по старинке, отмечают в муниципалитете. И здесь покосившиеся заборы, захламленные дворы – обычная картина. И это при том, что за последние годы город и край вложили сотни миллионов рублей в инфраструктуру почти всех сел. Это касается дорог, коммуникаций, новых фапов, а также отремонтированных школ. Сегодня пришло то время, когда прибрежная часть города, она действительно очень привлекательна, очень красива. А вот то, что находится у нас в горах, это пока не является очень красивыми зонами города. Хотя мы уверены в том, что интерес туристов не только России, но и мира очень большой к Сочи. И естественно, что им будет интересно и посмотреть аграрный туризм, посмотреть наши горные населенные пункты. И поэтому мы просто обязаны их привести в надлежащий вид. Как это сделать, не затрачивая при этом больших средств, главам сельских округов рассказали на наглядных примерах. Для этого муниципальных служащих повезли в совхоз «Россия», где архитекторам вместе с местными жителями удалось добиться того, чтобы в новую концепцию курорта вписались даже сараи. Конечно, есть сайдинг, конечно, есть такие материалы, достаточно невысокой ценовой политики. Поэтому применение их тоже возможно. В поселковых округах возможна обработка всех технических зон, которые, да, это хозяйственные постройки. Поэтому в этом случае главное убрать закламленность, выстроить ограждение правильно. Программа приведения горных сел Сочи к единому архитектурному облику разбита на несколько этапов. Первый – расчистка дворов от мусора. По графику его должны завершить к 9 мая. В администрации города уверены – юбилей Победы весь курорт встретит ухоженным и чистым, как и должно быть в такой великий праздник. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».